Всем привет! С вами Наталья Алмуфео и в сегодняшнем видео я хочу показать три посылки от девчонок, которые мне пришли, наверное, в ближайшие полторы недели. Или давайте посмотрим, что же они мне прислали. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо всем, кто пишет мне письма, кто посылает мне посылочки, бандерольки и прочие милые вещицы. Мне очень приятно, я отвечаю всем взаимно. Всем спасибо! Итак, первая посылка у нас от Екатерины, город Якутск. Давайте посмотрим, что шлет мне Катя. Начну я, пожалуй, с наклеек. Здесь лежат наклейки, хоть они по сезону, с Дедушкой Морозом. И наклейки вот такой мордашкой. Можно, в принципе, кто занимается смешбукингом, скраббукингом или просто ведет милые блокноты. Написано, это зефирные наклейки. Я поняла, почему они называются зефирные, потому что они мягкие, их очень приятно мять. Дальше в посылке идет вот такой пакетик с объемными наклейками. Набор для творчества, декоративные наклейки животные. Ну, хоть написано животные, тут одни бабочки. Они такие блестящие, все переливаются. Для оформления каких-то фотограммок, фотоальбомов. Это очень классная вещица. Дальше идут тоже декоративные наклейки. Это у нас цветочки. Такие яркие, позитивные цветочки. Еще один пакет декоративных наклеек. Это зеленые листочки разных оттенков. Причем тут есть салатовый, есть потемнее зеленый. И божьи коровки. То есть, как приклеил листочек, приклеил божью коровку. Можно сделать отличный просто декоративный какой-то уголок, допустим, на том же холодильнике или просто на двери. Дальше в письме идут вот такие блестяшки. Называются они конфетти. Веселая затея. Они у нас перламутровые. Я обожаю прозрачные такие какие-то детальки, но когда они перламутровые, вот это именно такая вещь. Здесь у нас сердечки, они такие резные. Это пойдет в дело. Просто так лежать у меня это не будет. Поэтому для меня вообще-то посылка очень нужная, потому что я люблю что-то делать, творить, рисовать, приклеивать, наклеивать там. В общем, изобретать. Ну и, конечно же, здесь письмо. Зачитывать не буду, но вот оно такое письмецо с рисуночками. Также в письме она шлет мне свои комиксы. Вот такие выполненные в карандаше. Рисует она действительно прикольно. Есть свой стиль рисунка. Это чувствуется сразу, это видно. Ну и также она присылает несколько своих артов. Вот таких вот девочек. Это самая обычная такая девочка. В основном тоже там трэшевые всякие. Тут у нас кудряшечка. Да. Вот такие милые рисунки. Так, хочу сказать большое спасибо тебе, Катя, за посылку. Она для меня действительно очень полезная. Она не просто с вниманием ко мне, она еще и с полезными для меня вещами. Мне понравилось, что ты учла то, что я люблю что-то творить, придумывать, рукодельничать. Ты учла это в своей посылке. Мне было это очень приятно. Я тебе отвечу совсем скоро. Жди ответ. Спасибо еще раз тебе огромное. Итак, следующая посылка идет у нас от девочки Лизы. Город Нижний Новгород. Получила я посылку только вчера. Давайте откроем и посмотрим, что в ней. Ну, во-первых, это письмо. Начать я хочу с письма. Письмо Лизы послала мне в печатном варианте. Пишет мне первый раз. Довольно-таки большое письмо. Вчера я его прочитала, уже мне очень понравилось. Я вообще очень люблю читать ваши письма. Следующее, что идет в посылке, это вот такое ароматное мыльце. Кстати, я могу сказать прикол, потому что у меня было практически такое же, если не точно такое же, то практически такое же мыло я заказывала. И я отправила его девочке. Вот буквально недели, наверное, полторы назад я отправила по почте посылке девочке вот это такое мыло. И вот оно приходит мне снова. Так что получается, что я с этим мылом не прощалась, в общем. Дальше идет у нас в посылке очень интересная такая система из трех баночек. Идет вот такая баночка. Открываем, значит, эту коробочку и достаем из нее еще одну коробочку. Такую же, но чуть-чуть поменьше. Хочу обратить внимание, что в большой коробке у нас лежит вот такой чехольчик для айфона. Спасибо большое тебе, Лиза. Ты пополнила мою коллекцию чехлов. Также в письме Лиза написала, что в Нижнем Новгороде у них есть магазин, где продаются чай отдельными пакетиками. То есть можно приходить и выбирать просто, набирать себе различных пакетиков и покупать. Вот Лиза шлет мне чай Гринфилд. И, по-моему, там еще был какой-то еще чай, но я его пила вчера. Пакетик еще один был. Уж извините, я не дотерпела до видео. Так, значит, открываем дальше среднюю коробочку. И в средней коробочке мы достаем еще маленькую коробочку. И открываем самую последнюю маленькую коробочку. В ней мы видим вот такой лачок фирмы Bridget Botier. Он послужит отличным топом, мне кажется, на какие-то другие лаки. Потому что отдельно он будет смотреться, конечно, довольно-таки прозрачно. Но когда покроете свой ноготочек каким-то лаком, а поверх вот этим, то будет вообще очень даже сносно и очень круто смотреться. Итак, большое спасибо тебе, Лиза, за посылку. Она была очень приятная. Коробочки меня безумно порадовали. У них очень красивый принт. Они красиво оформлены. Я обожаю розовый цвет. Я обожаю все эти сладкие темы. Лиза тоже это учла, что мне вдвойне приятно. И жди ответ от меня тоже совсем скоро. Ну и последняя, третья посылка для сегодняшнего видео. Это посылка от Вероники из Киева. Такая желтая у нас коробочка. В принципе, я замечаю, что практически все коробочки желтые, когда приходят посылками из Украины. Давайте посмотрим, что в этой посылке. Во-первых, здесь письмо. Оно очень большое. Вообще, я посчитала письмо довольно-таки личным. Немного даже откровенным. Естественно, что фотографировать в блог такое письмо, я думаю, не стоит. Потому что обычно девушки мне пишут, как дела, рассказывают вроде о себе, о своих увлечениях, спрашивают вопросы у меня, что-то мне задают, интересуются. То есть в основном пишут то, что можно сфотографировать, выложить в блог, скинуть фотку в Инстаграм, что-то такое. Но вот письмо у Вероники, я считаю, не для фотографий, конечно. Единственное, что я покажу, это такой вот милый тут рисунок, точнее надпись «I love you, Elmafea» Вероника Киев, вот, апрель 2014 года. Я отвечу тоже тебе буквально на днях. Значит, Вероника присылает мне в посылке вот такой вот мыльный цветочек. У меня уже небольшая коллекция мыльных цветочков, конечно, не все разные. Есть один вот очень похожий на этот, но красненький, этот розовый. И есть набор еще цветочков. Очень приятная вещица, спасибо большое. Дальше Вероника мне присылает лад для ногтей Golden Rose, насыщенно зеленый. Очень люблю такие цвета у себя на ногтях. Они действительно позитивные, летние, яркие. Мне они нравятся. Также в посылке идет вот такой вот милый банный наборчик. В банный наборчик у нас входит мочалочка, массажер, такой маленький мини-массажер. Сюда входит вот такая деревянная щеточка. Таким щеточками очень, кстати, хорошо прочасывать маски для волос. Конечно, не надо драть так сильно, но тихонечко, так медленно ведете, когда у вас нанесена маска для волос. И вообще мне очень понравилось, что весь этот банный наборчик вот в такой милой коробочке лежал. Ну как бы, да, это подарочный вариант коробочки. Вот такое сердечко, деревянное сердечко. Использовать я его буду, естественно, для каких-то своих мелких штучек. У меня столько коробочек, это просто жуть. Вот появилась еще одна, но она такая, которую лучше положить где-то на вид. Спасибо большое тебе, Вероника, очень приятная и с таким вниманием посылка. Мне очень понравилось твое письмо, повторюсь. Да, твое письмо очень интересное, большое, что очень порадовало. Жди мой ответ. Еще раз огромное-огромное тебе спасибо. Ну и на этом видео подходит к концу. Хочу благодарить еще раз всех троих девочек, которые прислали мне посылки. Мне было безумно приятно получить все это. Ждите теперь мои ответы. Я очень частый гость на почте, благодаря всему тому, что происходит. Если хотите вы мне что-то отправить, написать мне письмо, то пишите мне ВКонтакте, в личные сообщения. И мы с вами договоримся. В общем, все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если вам оно понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok